ПЕСНЯ Каждое первое воскресенье после дня памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Осийских Церковь вспоминает всех святых целителей, собор бессребреников и чудотворцев, божественную литургию в Вознесенском храме возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства и епархии. ПЕСНЯ Большая часть святых целителей была врачами. Уверовав в Бога они продолжали оказывать помощь больным, уже молясь и призывая в помощь имя Господне. За исцеление плата не брали, за что и были названы бессребрениками. У излечившихся же просили соблюдения заповедей Божиих, благочестивой жизни и веры в Бога. Так своим служением, делами милосердия они несли в мир проповедь Христову, святое Евангелие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Древней Иудее существовало множество и множество правил, которые определяли жизнь человека. И одно из этих правил гласило, что если у женщины есть кровотечение, то эта женщина считается нечистой. И если она от чего коснется, то это нечисто. И если кого не коснется, то и этот человек пребывает в нечистоте. А теперь вдумайтесь. 12 лет страдает этой болезнью женщина. К ней никто не приходит в гости домой, потому что если войдешь в нечистый дом, тоже осквернишься. Она сама никуда не входит, ибо если она кого-то коснется, то этот человек считается нечистым. При жизни, можно сказать, что для окружающих людей она как бы мертва. И вот Господь идет. И она совершает страшное преступление. Она, человек в нечистоте, подходит и касается Господа. Касается потому, что верит, что даже если прикоснуться ко Христу, получишь исцеление, и она тут же исцелилась. Она совершила страшный проступок. Но Господь выше всяких правил. Ибо не человек для субботы, а суббота для человека. Но для нашего с вами назидания он обращается к окружающим людям, а там была огромная толпа. Все хотели подойти, коснуться Спасителя, пообщаться с Ним. И он спрашивает, кто коснулся меня? Апостол Петр, как всегда, резкий, говорит, Господи, но посмотри, сколько людей вокруг Тебя. А Господь говорит, я знаю, что сила Божия снизошла на этого человека, которого коснулся Ним. И тогда эта раба Божия выходит и падает перед Спасителем. Господь, конечно же, прощает ее. Ибо в ее примере есть назидание для всех нас. Мы с вами более-менее разбираемся в церковных традициях, обычаях, как в храм зайти, как к иконе подойти, как благословение спросить. Мы с вами люди счастливые, ибо люди церковные. Но есть те, которые не получили этого счастья. А по велению сердца своего приходят в дом Господень и не знают, как вести себя. Как подойти, приложиться к иконе. Что сказать, кому подойти, ничего не знают. И таких людей надо поддерживать. С любовью подсказать, показать, поддержать. Чтобы они почувствовали, убедились в том, что свою любовь Господь и заливает на каждого человека. Тот, который в храме, и тот, который не в храме. На верующего и неверующего. На праведника и на грешника. Ибо все мы – чадо Божие. И всех нас Господь по любви Своей жаждет увидеть в Царстве Божьем. Аминь. Главное предназначение поста – это смирение плоти человеческой. Пост – это духовное упражнение, которое приводит человека в покаянное чувство. Поэтому главное назначение поста – приготовить человека к таинству покаяния, к исповеди. И достигается это действительно, ну, вот такими специальными, если хотите, методами. Это и ограничение определенное в пище. Это просто, вообще говоря, исполнение вот такого дисциплинарного требования в Церкви. Послушание, что очень тоже важно. Это усиленная молитва. Несколько изменяется богослужение, чаще всего во время поста. Это, вообще, ну, желание человека молиться несколько больше постом, нежели чем в обычное время. Постом многие стараются чаще и больше читать священное писание. Те песнопения церковные, которые, вот, например, рождественским постом появляются, начиная с праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, и в последующие дни они каждый раз напоминают о грядущем празднике Рождества. То есть этот пост, пост, готовящий человека к встрече с Господом, родившимся в Виклиеле. Рождественский пост имеет четкое начало, прямо в числе. Первый день рождественского поста – это 28 ноября по новому стилю. В отличие от некоторых постов, которые, вот, Великий пост зависит от дня празднования Пасхи. А рождественский – в определенное время. И заканчивается он на Рождество Христово. Шестое число по новому стилю, 6 января – это Сочельник. И седьмое Рождество – полное окончание рождественского поста. Рождественский пост был установлен, по крайней мере, есть четкое упоминание о его существовании, ну, примерно в IV веке. Амбросий Медиаланский, святитель Иоанн Златоуст, блаженный Августин говорят о том, что празднику Рождества Христова, празднику Богоявления, тогда эти праздники были слиты, так сказать, несколько воедино, предшествует пост. Но продолжительность поста в разное время была различной. Сейчас окончательно установленный период поста, довольно длительный, он установлен уже в XII веке на одном из Константинопольских соборов. Поэтому сказать, что вот всегда церковь так именно отмечала это постное время, наверное, нельзя. То есть определенная эволюция, изменение, связанное с жизнью церкови, происходило. Рождественский пост не такой, допустим, строгий, как Успенский, и не такой строгий, как Великий. В некоторые дни устав предполагает, что можно есть на трапезе рыбу. В остальные дни пищу овощную. Но в целом сами требования уставные, они очень близкие. Однако в настоящее время полностью по уставным требованиям редко люди постятся вообще. И это продолжается уже на протяжении не одного столетия. Вот, то есть и до революции он в такой примерно форме был, и все годы, так сказать, советской власти. То есть принято, чтобы рождественским постом люди могли есть пищу овощную, пищу рыбу. Ну, за исключением, может быть, среды и пятницы, в которые рыбу не едят. А само уставное требование, оно довольно сурово и маловыполнимо для современного человека. Например, предполагается, что в понедельник, в среду, в пятницу вообще происходит сухоедение и вкушение пищи один раз в сутки. Вот, то есть нельзя там есть пищу вареную и так далее. То есть эти требования, ну, может быть, и исполнялись в некоторых монастырях в глубокой древности, но они никогда не распространялись на абсолютно всех членов церкви. На протяжении рождественского поста есть один двунадесятый праздник, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он празднуется 4 декабря по новому стилю. И целый ряд праздников, ну, в общем-то, отчасти связанных с Рождеством. Это памяти ветхозаветных пророков. Пророка Аввакума, пророка Сафонии, пророка Даниила. Это особых два воскресных дня накануне Рождества Христова, посвященные ветхозаветным праведникам. То есть церковь напоминает людям, что они шли к встрече с Иисусом Христом, к Его Рождеству через Завет Ветхий. Там ветхозаветные пророки говорили о состоянии человека и человечества и показывали ему, что он вряд ли сможет сам измениться. Для того, чтобы человек стал иным, нужно Боговоплощение. Но есть еще целый ряд праздников, которые отмечаются Рождественским постом. И прежде всего, это такой светлый, широко празднуемый, в особенности на Руси, ну и в других странах, День памяти святителя и чудотворца Николая. Это 19 число по новому стилю, 19 декабря. День памяти святого, которого все знают, все почитают, к которому обращается, по сути дела, весь мир. К мощам его люди идут, тоже со всего мира едут. В каждом доме, в каждом храме есть икона святителя Николая. И вот 19 декабря совершается торжественно его память. Так называемый Никола Зимний, как говорят в народе, потому что есть еще память святителя Николая, которая совершается весной. И есть еще память, например, святого, которого очень почитали прежде всего в 20 веке, ну и при жизни, собственно, еще этого святого в веке 19. Это 2 января по новому стилю, День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это наш русский святой, священник, который служил, по сути дела, в огромном мегаполисе, служил он большей частью в Кронштадте, но и в Петербурге, и по всей стране. Батюшка, к которому обращались и за духовным советом, и с просьбой молитв, люди самых разных сословий. Человек, который очень остро чувствовал, насколько опасны грядущие перемены, которые придут в Россию. Человек, который людей звал к покаянию, изменению жизни, к более частому причащению, оставивший очень краткие, но емкие поучения. И вот 2 января по новому стилю, День его кончины, это День его памяти. У нас в митрополии есть храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, в поселке Пашино иконы святого праведного Иоанна Кронштадтского есть практически в каждом храме. И вот сразу же после встречи, так сказать, Нового года, память вот такого святого, может быть, требующего более сурового всматривания в собственную жизнь от нас, нежели чем то легкое настроение, которое мы испытываем 31 декабря и 1 января. Вообще говоря, церковь отмечает Новый год прежде всего как? Прежде всего у нас служится особый молебен во всех храмах. У нас он служится поздно вечером, часов примерно в семь, 31 декабря, и повторяется 1 января утром специальный новогодний молебен. Собираются все в священники, в соборе кафедральном и в других храмах совершается эта служба. То есть люди получают церковное благословение на наступающее лето. Просится о том, чтобы Господь был милостив ко всем нам, чтобы благословил наши какие-то начинания, простил те согрешения, какие-то неудачные поступки, которые были в предыдущем году. Поэтому сказать, что церковь никак не относится к Новому году, наверное, неверно относится. Что касается самого празднования Нового года, ну, разумеется, наверное, для христианина вряд ли Новый год – это повод вести себя так, как ведет себя большая часть наших соотечественников. Это дело даже не совсем в таких уж бурных празднованиях, а в том, что это бурное празднование переходит всякие подчас границы – это тоже есть. Ну и, наверное, нужно помнить вот еще о чем. Для некоторых Новый год стал таким не просто рубежом в жизни, когда следует задуматься о том, что будет со мной дальше, как я прожил предыдущие годы или дни, но и своеобразной датой, которая является чуть ли не самой главной в году. Вряд ли для христианина именно Новый год является самым главным днем. Он все-таки не сравним ни с Паской, ни с Рождеством. Но, тем не менее, наверное, если кто-то желает как-то отметить Новый год, это тоже, наверное, возможно. Вспомнить о прошедшем, подумать о будущем, поздравить друг друга, пожелать всего лучшего в наступающем лете и помолиться, чтобы Господь благословил дальнейшую нашу жизнь. Здравствуйте, братья и сестры! Мы рады новым вашим вопросам. И вот первый из них. Недавно слышала, что гематоген нельзя употреблять из-за того, что изготавливается он из крови. Это действительно так? Действительно, Ветховый Завет, то есть тоже часть Священного Писания, запрещал употребление крови животных. Это же правило требовали соблюдать и апостолы. Но, вы знаете, вот не является ли все это форисейством? Другое дело, надо ли его употреблять? Действительно, бывают недостатки железа в организме, других каких-то препаратов, но, может быть, другим каким-то способом. Вот этот некий психоз этого гематогена, я вспоминаю свое детство, когда он буквально впихивал гематоген в детском садике, в школе, прямо давай ешь, ешь. Может быть, не стоит. Не стоит вообще из этого делать проблему и обращать внимание, может быть, на более глубокие вещи и следить за больше духовными проблемами, которые возникают у вас в жизни вовсе, не из-за употребления гематогена, либо чего бы то ни было еще. Хотя, конечно, может быть, я бы сегодня не стал бы употреблять эти препараты, не употребляю, кстати. Детям своим не даю, и ничего страшного не происходит. Еще вопросы. Терзает такой вопрос человек, он прямо пишет об этом. По молодости обращалась к цыганкам, погадать, потом еще к добрым, в кавычках, к добрым тетенькам, ясновидящим. По сути, они были шарлатанками, вдаваясь за таковых. Так я поняла, по прошествии времени, в силу возрастления, еще в школе вызывали духов, гадая по налисте ватмана, вводя тарелочки по буквам, грешили. Надо каяться в таких неблаговидных поступках, задается вопрос. Да, грех – это беда, нарушение духовных законов. Грех – это большая ошибка. Собственно говоря, в одном из мест священного писания, кстати, весьма мало где объясняется, что такое грех, буквально как математическая формула. Однажды апостол написал. Вот грех – это ошибка, говорит апостол. То есть ошибочные действия. Ошибка страшнее. Бывает даже преступление. Человек, совершивший явное преступление, спохватывается, он понимает, что это плохо. А ошибка, она страшна тем, что «а что такого подумаешь?» А последствия будут чрезвычайно трудные. Здесь же обращение было к духам, сами говорите. К каким? Ну, не к Божьим уже духом обращались. Понятия не были, как к нему обратиться. А вот этот – другой. Он тут как тут. И поэтому обращение было, конечно, к духам злобы поднебесной. И общение с этими духами, серьезное, в шутку, с хихиканьем, либо некоторые погружаются в это достаточно серьезно, это грех. То есть ошибка очень серьезная. И надо, конечно, обязательно с этим прийти на исповедь и ни в коем случае не хранить дома у себя никакой атрибутики, никакой литературы. И избегать таковых контактов. Вот другой вопрос. Как поддерживать в себе духовное горение? Или это и вовсе не надо? Ну, как же не надо? Надо, Господь прямо говорит. Будь горяч, гори верой. А ты теплый. Из блюю тебя выплюну. Теплый. Никто ты. Вот никак. Ни Богу свечка, ни другому персонажу кочерга. Горение должно быть. Как поддерживать в себе духовное горение, искание Бога, желание жить по заповедям Божьим. Вот один из духовных людей говорит, побольше делайте добрых дел. Добрые дела, милостыня, забота о ближних как раз и вызывают в человеке, усиливают в него веру. То самое в духовное горение. Еще вопрос. Почему игра в карты не приветствуется церковью или можно ли их иметь дома? Игра в карты – это элемент каббалистики, то есть прямого контакта с духами злобы поднебесной. Вот предыдущий был вопрос. В картах масти, вот масти – это карта, там буквально зашифровано распятие Христа на Голгофе. Вот те, кто изначально все это создавал, они театрализовывали распятие Христа. Ну, а мы профаны, мы не понимаем, что такого, подумаешь. Нет. Получается, ты вольно или невольно участвуешь в этом постановке, в воспоминании распятия Христа. Мы вспоминаем его со скорбью, с болью, постимся в день пятничный. А здесь совершенно другое, здесь глумление над тем, что произошло тогда на Голгофе. Поэтому нельзя эти вещи не иметь, не заниматься. Еще вопрос. Чему главному мы должны научить своих детей? Что передать им? У меня вот три внука дошкольника. Главное, однажды один человек спросил Христа, какие главные заповеди в законе. Он говорит, пожалуйста, первая заповедь – возлюби Бога своего всем сердцем своим, всем изумением своим, всем существом своим. А вторая заповедь равна – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот, кстати, этому посвящено сегодняшнее евангельское чтение. Давайте прочитаем его, и, может быть, мы получим ответ, в том числе и на этот вопрос. Это строки из 10 главы Евангелия от Луки. Некий законник встал и искушая Христа, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он сказал, ответ, а в законе что написано? Ну, как читаешь? Он сказал, ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей ее душей твоей, всей крепостью твоей и разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему правильно, и ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Он же, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На что сказал ему Иисус? Некий человек шел из Иерихона. Из Иерусалима Иерихон попался разбойникам, которые сняли с него одежду, и изранили его, ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, и, увидев его, прошел мимо. Также Илевит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарионид же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем, на другой день отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал, позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты, был ближним попавшимся разбойником? Он отвечает, оказавшему милость, тогда Иисус сказал ему, иди ты, поступай так же. Итак, вот, две главные заповеди. Нужно любить Бога всем своим существом. Вот, ощущать в своей жизни присутствие Божие. И не страх, ужас, наказание должен охватывать тебя, а вот присутствие рядом родного папочки, мамочки, бабушки, дедушки. Вот, делает ребенка счастливым. Могут родители утешить его, поддержать, помочь. Так же рядом с нами Господь. Но сознание этого требует от тебя определенных поступков, требует от тебя определенных действий. Не просто паразитически пользоваться любовью родителей, но иметь, как некоторые обязательства по отношению к ним, точно так же и к Отцу своему небесному. И любить Бога всем сердцем, всем существом своим, значит, непрерывно пребывать в молитве с Богом. Непрерывно сверять свою жизнь с теми заповедями, которые предлагает Господь. То есть, некая система самоконтроля. Опасаться нужно попасть под влияние злых духов. Вот, плюнь через левое плечо. То есть, человек не нужен, опять же, в страхе. Вот, на тебя нападут, тебя увлекут. Нет. Но человек должен знать, как ему жить, чтобы не совершить дурных поступков. Это вот первая часть. Ее, как бы, многие люди понимают. Ну, да, действительно, вот, есть Господь, надо бы его не огорчать. Надо бы служить ему. А вот вторая, это заповедь, равная первой, говорит Господь в другой месте Евангелия, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Кстати, вот такой заповеди в Ветхом Завете напрямую не было. Ну, оговаривалось так, что не делай никому, что сам бы не хотел, чтобы сделали по отношению к тебе некое заповедное отрицание. Вот, не делай никакому ближнему. А кто мы ближний, спрашивает вот этот юноша. Потому что человек, свойственно ему людей делить. Это мой ближний круг, это люди, которые мне сделали добро, и неоднократно, ну, так и быть, отплачу им, потому что, может быть, еще не раз придется к ним за помощью обратиться. А остальные люди посторонние, соседи по подъезду, совершенно посторонние люди, и мне на дороге, в магазине. Кто они мне? Что мне до них? Мы очень часто поступаем так. А вот Господь пытается нам перевернуть наше сознание. Вообще, христианство – это должно быть преобразить человека, перевернуть его жизнь. И вот Господь приводит такую притчу, где человек, израненный, не получает помощь от своих ближних, от священника, от левита, получает от презренного самарианина. Даже юноша, который сказал, кто вот ему оказался ближним, оказавший ему милость, даже имя самарианина он гнушается произносить. Господь разворачивает наше сознание. Мы должны не ждать, когда нам кто-то окажет милость, так и быть, я его посчитаю ближним своим. Не себя считать центром вселенной, а самому думать, а меня кто-то ближним может назвать? Кому я оказал какое-то благодеяние? Кому я послужил? Кому я помог? Вот в этом смысл жизни. Если спрашиваете, как воспитать своих детей, внуков, надо воспитывать так, в любви. Но любовь не должна быть потребительской любовью. Дай, раз ты меня любишь, дай. Очень часто дети современные говорят, вы меня не любите, потому что мне что-то не дали, не купили, не отпустили, не разрешили. Любовь-то в другом. Вот мы должны понять, что любовь, она прежде всего идет, должна исходить из тебя. Любовь должна быть действенной. Если я имею к кому-то любовь, то я должен быть готовым послужить. И причем не только тому, кто вот мне, в свою очередь, что-то от него попадется, а совершенно посторонний человек. Вот нуждается в помощи, ты можешь это сделать, окажи ему эту милость. И тогда он тебя назовет ближним, и ты станешь ближним людям. Людям, которые сотворены по образу и подобию Божию, которые тоже есть дети Божии, такие же, как и ты. Не ты центр вселенной, а центр вселенной Господь. И мы все люди должны служить ему и друг другу. Вот попробуйте так научить своих детей жить. У меня многие скажут, ой, это что же, на моих детях будут ездить, они все будут все время должны. Да, да, именно так. И они будут счастливы, потому что они будут исполнять заповедь Божию. А если вы думаете, что счастливы будут они тогда, когда весь мир получат себе, так они никогда его не получат. И будут жестоко мучиться и страдать, потому что, заработав даже миллион долларов, они будут жестоко страдать, потому что сосед заработает 10. И никогда они не достигнут материального достатка абсолютного. Они будут все время мучиться и страдать, потому что не получают того, что хотели бы получить. А вот когда человек отдает от себя, тогда душа его преисполняется радостью, и счастьем, и любовью. Помоги нам Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok